Еще раз здравствуйте! Вопреки моим вчерашним опасениям у нас лекция все еще в прямом эфире. Вот это лекция по архитуре и языку ассемблера процессора RISC-V, которую мы проводим вместо пропущенной на выходных на гендерном празднике во вторник. И поскольку она у нас в нетрадиционное время, она заранее была запланирована, как такое отступление от темы. Видите, в планах она отмечена как лекция 4,5, а лекция 9,75, потому что мы вместо разговора об архитектуре электронных вычислительных машин поговорим конкретно про некоторые вопросы практики программирования на ассемблере, что в принципе не является главной целью нашего курса, не того куска, который мы сейчас с вами слушаем в рамках вот этого спецкурса весны 2022 года, не в рамках даже большого курса архитектура EVM и языка ассемблера, частью которого предположительно этот наш фрагментарный курс является. Потому что главная все-таки задача и большого курса, и нашего, это получить представление об архитектуре EVM, ну а язык ассемблера это способ практического освоения этой архитектуры. Тем не менее, у нас уже накопилось некоторое количество, скажем так, необходимостей. Более гибко, удобно и доступно программировать на ассемблере. Хотя, сразу скажу, что, во-первых, это, к сожалению, не относится к домашним заданиям почти, ну вернее, относится, но так, косвенно мы сейчас поговорим. Домашние задания все равно будут достаточно длиннонаписные. Вот. А во-вторых, практические аспекты программирования конкретно в RARSE, они достаточно низкие. Ну, потому что RARSE это эмулятор учебный для изучения архитектуры, и никто на нем промышленно не пишет каких-то сумасшедших программ, хотя я видел даже игры на нем написанные, точнее на Марсе, но это не важно. Вот. Ну, соответственно, инструменты практической разработки в нем развиты не очень. Вот. Но они там есть, и мы с ними сейчас будем знакомиться. В первую очередь, главное, что преследует людей, программирующих на ассемблере, это неприятная ситуация, при которой один файл с небольшой программой занимает несколько сотен тысяч строк, например. Сори, или тысяч строк. Да. То есть мы пишем что-то такое, программируем. Поскольку ассемблер очень низкоуровневый, одна инструкция, это, в общем, очень мало. Соответственно, какая-нибудь банальная программа, которая вычисляет, проверяет неравенство треугольника, я, кстати, ее переписал, тут мне в чатике заметили, что у меня на лекции по floating point почему-то есть программ, которые все в целых числах считают, я их переписал. Вот. Даже она занимает там 50-60 строк, ну, то есть вот много. Соответственно, возникает идея написать какую-то часть программ для повторного использования, и потом ею пользоваться. Вот эта часть программ для повторного использования, которые можно, ну, как бы, под программ для повторного использования, которым мы хотим в дальнейшем пользоваться, может быть инкорпорирована в текст там нового домашнего задания, вообще новой программы. Вот. Может быть инкорпорирована тремя способами. Первый способ – это копипаста. То есть у вас где-то в загашнике имеется написанный заранее код, текст, да, ну, например, там удобные функции ввода, удобные функции вывода, вот это все. И потом вы этот текст просто тупо копипастите в каждый файл, который имеется у вас, да, и в таком виде сдаете домашнее задание. Именно это я имел в виду, когда говорил, что единственное, что, то, что мы нынче обсуждаем, вам поможет сдавать домашнее задание, но все равно не до конца. Чем плохо повторное использование, повторное использование путем копипасты? Тиражированием кода, поддержка которого в этот момент терминируется. То есть вы написали макрос с копипастилю в 10 программ, поменяли этот макрос, потому что нашли в нем багу или сделали его еще лучше. И либо вам нужно сейчас копипастить его в 10 программ, либо эти 10 программ будут работать со старой версии. Все. Значит, повторное использование, как таковое, завершается в этом месте. Что можно сделать? Можно использовать директиву include. Давайте мы запустим наш rarsic. Вот. Отодвигаем его, чтобы моя рожа не заслоняла важные сообщинки. Что мы делаем? Мы берем какую-нибудь нужную процедуру, ну не знаю, ну хотя бы экзит, да, там, чтобы не слишком парить. Не забываем обмазывать эту нужную процедуру переключением директивным на тот сегмент, который в данный момент мы заполняем. Вот. Потому что... Давайте только не экзит, а какой-нибудь print. Потому что после include все файлы склеиваются в один, и вдруг там будет в этот момент сегмент дата, а не сегмент кода. Вот. Пишем туда, ну что-нибудь типа, какую-нибудь под программу input. Ну давайте даже не так. Давайте тогда сделаем более круто. Напишем data, напишем prompt. Да, здесь напишем ascii. ascii input number number. Вот. Здесь, значит, говорим ли А0, сколько у нас? А7. А7, системный вызов, вывод строки. Системный вызов, вывод строки. Это А4. Вот. В смысле 4. А4 в А0 prompt eCall. А дальше, значит, нам нужен целое число, значит, ли А7, 5, eCall. Ре. Обратите внимание, что поскольку эта функция не портит регистры S, она вполне может быть без преамбулы, без преамбулы, без этого, ну нет, преамбулы хрен с ней. Как называется та часть под программы, когда мы сохраняем кусочек на стеке. Пролог и эпилог, спасибо, спасибо, Александр. Вот. Тут Александр как раз со свойственной ему прозорливостью сразу находит багу в этом алгоритме номер 2 повторного использования. Сейчас мы про все про это говорим. Огромное спасибо. Значит, во-первых, ответ на вопрос сокращенца, зачем константную строку размещать в точке даты. Ее размещать больше негде. Это данные. Они лежат в секции данных, больше им негде лежать. Ее, наверное, можно повесить на стек, оттуда распечатать, а потом удалить. Одна маленькая проблема. Как вы будете запихивать все вот эти байты на стек? Они для того, чтобы запихнуть эти все эти байты на стек, они где-то должны лежать. Вот. Еще раз, дорогие знатоки сокращенец Александр, все вы правильно говорите, но мы говорим про три стратегии повторного использования, которые мы можем использовать, когда работаем с часто нужным кодом. И это стратегия номер 2, стратегия номер 3 мы еще не обговорили. Вот такой код. Назовем его что-нибудь типа print.int. Inc. Ну, для print.asmo это не важно. Вообще говоря, его просто так использовать нельзя. Это именно под программу. Вот. И напишем... Нет никакого рода, товарищи. О чем? О чем больше-то я? А, о том, что сейчас мы воспользуемся этим принтом. Мы говорим точка include, include, print.asmo, asmo, по-моему, в кавычках там надо писать. Есть у меня подозрение такое. Дальше мы говорим, ну, допустим, это что, это ввод, значит, jump and link print, print, да, у нас в A0 возвращается lead, а что там, A7, вывод целого, e-call, li, A7, 10, это у нас выход и выход. Вот такая программа работать не будет. Почему? Она не будет работать, потому что мы с вами в результате этого include'а получили файл, у которого вначале будет идти вот это, а потом уже вот это. Поскольку до сегодняшнего дня мы всегда писали программу в одном файле, и она всегда начиналась сначала, первой записи в метке текст. Вот. Соответственно, здесь, кстати, тоже надо было вот тут вот надо еще сказать. Тут надо сказать точкой текста. Так, на всякий случай, а то мало ли что. Да, поскольку там всегда было, там всегда было, все начиналось с первой записи метки текст, все было хорошо до тех пор, пока мы вот этот include сюда не вписали. Что придется делать? Ну, придется этот include вставлять в конец, вот, потому что иначе все работать не будет. Или использовать специальную конвенцию, о которой мы сейчас поговорим. Вот теперь все хорошо. Вот у нас основная программа. Вот у нас подпрограмма, которая туда инклюдится. Вот, вот она инклюдится. Вот мы его сохраним сейчас, ну, во что-нибудь, это совершенно неважно во что. Include. Пытаемся скомпилировать. А, не print, а input. Input. Во. Что-то у меня input номер, input номер. Где-то я сглючил, давайте смотреть. А, какой 4? 5. О. Instruction load access year, это что еще такое? Ужас какой. Смотрим. А, нет, все нормально. Хм, не понимаю. Все нормально. Что-то я сделал не так. Ну, давайте еще раз. Ну, мне кажется, что я все нормально сделал. Да. Это был какой-то глюк. Вот. Как правильно тут замечают активно в чатике. Как правильно тут замечают активно в чатике. Как это сказать? Не очень это удобная штука. Реальный код. Инклюзить. Такое себе развлечение. Во-первых, потому что мы не знаем, как на нем называются метки. И когда мы проинклюзим, например, несколько файлов, там может быть вполне себе конфликт по названиям меток. Видите, тут целых две метки есть. Вот. Ну, да, вот, 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 смотрите. Да, вот, хотя бы вот так. Уже будет конфликт по названию меток. Упс. Нет, тут, правда, рекурсив инклюзит, но, тем не менее, вы меня поняли. Вот. Значит, поскольку мы не обязаны проглядывать все те, весь тот код, который мы инклюзим, весь исходный текст, который мы инклюзим, и там могут быть метки с одинаковыми номинами, может быть конфликт. Во-вторых, этот самый инклюзит, как видите, делает из нескольких файлов один. Вот. И этот один файл, сделанный из нескольких, нам нужно в голове представлять в размернутом виде. Вот, например, видите, нам пришлось перемещать этот инклюзит сначала в конец, чтобы, в общем, не красить. Поэтому есть еще одна стратегия написания многофайловых... Да-да-да-да-да-да. Еще одна стратегия написания многофайловых проектов, в которой происходит раздельная компиляция. Как было уже тут сказано кем-то, кажется, Александр. Вот. А, нет, не было. Ну, значит, вот. Что такое раздельная компиляция? Раздельная компиляция – это когда наши два файла компилируются отдельно, а потом из них собирается один бинарник. То есть, трансляция в код для этого файла и для этого файла происходит отдельно, а потом они, как бы, сливаются вместе. Что при этом происходит? При этом на уровне файлов – это тоже такая особенность как раз языков ассемблера – на уровне файлов происходит изоляция имен, и если мы будем эти два файла компилировать раздельно, то мы можем использовать метку prompt и input в этом файле тоже. Вот. И никто от этого не пострадает, за одним исключением. Вот эта метка input, на которой мы сделали japanlink, должна быть нам видна, метка input из этого файла должна быть нам видна в этом файле. Для того, чтобы это обеспечить, нужно обязательно сказать, что она глобальная. Globlabel. Глобл. Инпут. Вот. После того, как мы разметили пространство имен нашего файла, составного, составной части большого проекта, директивами глобал, оборудование не глобал, а глоблэйбл. Вот эти имена, и только они из нашего файла, будут видны всем участникам процесса, всем, внутри всех namespace-ов, они будут глобальны. Вот. Таким образом, мы теперь не можем использовать свою собственную метку input в файле в этом, но зато можем использовать метку input глобальную из всего. Но тут возникает вопрос. Вот у нас два файла. Сохраним. Вот у нас два файла. Какой из них будет первее в секции текст? Мы же помните, специально делали include не в ту сторону, чтобы, значит, в секции текст, текст, да, include можно убрать. В секции текст этот файл появился раньше того. Правильный ответ. А фиг знает. Если мы делаем многофайловую сборку, мы должны указать нашей операционной системе, с какого места начинать выполнять программу. Большие операционные системы, настоящие, типа того же Linux, там есть прям специальный формат загружаемых файлов, в котором где-то отдельно описывается, собственно, точка входа. В случае RARSA, поскольку мы непосредственно чего-то запихиваем в память, минуя вообще всякую операционную систему, все несколько проще. Мы должны определить метку под названием main. Мы должны эту метку main объявить глобальной. Как всякая глобальная метка в рамках проекта, она должна быть только одна на все файлы. И мы должны сказать нашему RARSA, дорогой RARSA, пожалуйста, собирай все файлы, которые я открыл. Вот из всех открытых файлов, они будут как бы проектом, понятия проекта в RARSA, разумеется, нету, это вам не Eclipse, но вот все открытые файлы, соберите из них один бинарный, дорогой RARSA. Еще раз. Значит, глобал main, глобал input, local prompt, отсюда метка prompt не видна, крышечка, крышечек, крышечек, собирай все из всех открытых файлов, пробуем. Получилось. В результирующий код у нас попало содержимое обоих файлов, оно произошло вследствие раздельной компиляции, ну и оно в общем работает, как мне кажется. Да, вот оно работает. Нет, я думаю, что глобал у вас не работал, смотрите, нет такого слова в этой букве. Ой, работает. Ха-ха-ха. Смотрите-ка. А тут, а сокращение, сгодише слово глобал тоже работает, видимо, где-то люди решили, где-то люди решили, не это самое, ну, настолько над синтаксисом не упарываются. Смешно. Давайте посмотрим. Глобу. Видите, да, вот традиция говорит глобу. Но удивительно, что глобал работает тоже. Ну и хорошо, господи. Вот, значит, вот эта третья стратегия, многофайловая, довольно удобная штука. Кстати сказать, я, наверное, сейчас покажу, как это делается из командной строки. Вот. Командная строка у RARSA совершенно кошмарная. Явно его делали люди, которые с командной строкой знакомы только понаслышке. Вот. Ну, простим им это. Ой, как тут много всего. А помните, как оно называлось, а? Я забыл. Ну, принт точно. А вот как второй назывался, я забыл. Я думаю, что риск в один. Не, нифига. А, input же, господи. Input. А, вот он. Спасибо, спасибо, Александр. Спасибо. Вот. что мы делаем? Мы говорим, RARSA, help, обратите внимание на отсутствие минусов в начале. Так надо. У RARSA такие параметры командной строки. Он вообще, это что он умеет из командной строки? Всякое интересное. Вот. Мы можем сказать, RARSA, 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 ASM, RARSA, 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 а дальше ему сказать так. Дорогой друг, ну, стандартный, вывод на стандартные ошибки, да это ладно, но это полезный, полезный ключик, чтобы ошибки выводились не на STDOUT, а на STDR. RARSA, давайте поставим, ладно, не будем пока. StartMain, вот что нам нужно. Нам нужно StartMain, SM. ItWorks, можно здесь еще написать NC, тогда он не будет выводить вот эту вот copyright, вот. К сожалению, вот эту вот фигню, отключить командной строки нельзя, она будет всегда говорить, о каким способом мы вышли из программы, потому что перешли на блок кнопов и споткнулись через конец о памяти, или потому что мы лично написали E-call соответствующий. Вот, но, если вы скажете, например, ME, по-моему, ME, ME, MessageError, то, например, можно сделать так. Вот, полная красота. Вот, обратите внимание также на то, что, поскольку мы не вывели перевод строки, он не вывелся, и добрый ZShell нам тут показал выделенный процентик в знак того, что, знаете, там вообще-то был, не был перевод строки, но я вот тут перевел за вас. Вот, вот в этом случае, да, если мы говорим ME, то он пишет туда. Я тут даже скриптик такой написал, который позволяет всякие интересные штуки делать с Rarsen. И вот тут, вот смотрите, AE1, SE2, SM, ENC, и дальше наши файлы. что такое AE1, я уже забыл. AE1, terminate Rars with integer язык code 1 и в assembly error occurs. Да, соответственно, SE2, это значит, что если SE, simulation error, то будет exit code 2, дальше start main, этот самый message error, no, но у этого самого, как его фамилия, no, copyright notice, notice, и вот-вот. До кучи. Тут есть еще парочка интересных клюшек, которые я тоже сейчас расскажу, правда, это в планах лекции не было, ну и хрен бы с ним. Значит, пара интересных клюшек состоит вот в чем. Вы можете запустить Rars и задампить результат. Сказать ему, во-первых, только ассамблируй, не запускай программу. А, assemble on. А дальше ему сказать, допустим, выведи мне, пожалуйста, dump сегмент, ну допустим, текста. текст. В формате, какие тут есть форматы, тут есть куча разных форматов, аски, binary, binary text, heads text, сегмент window. В формате сегмент window. а, сейчас, надо ему сказать, куда, уй, я испортил файл print.as, а, я испортил, а, нет, не испортил. В формате сегмент window. И сказать ему, типа, out.dump. Вот. Что сейчас произошло? У нас программа скомпилировалась, не запустилась, но зато в out.dump у нас попал красивый годный код. Если внимательно на него посмотреть, вы можете узнать, что я таким способом делаю скриншотики в лекциях. Вот удобная фишечка. Такая же есть фишечка и для сегмента данных. Там можно задампить тоже, значит, как десятичные числа, шестинсеричные, даже как аски. Правда, аски там довольно странненький. Многофайловая сборка. Многофайловая сборка прямо из Rars происходит накликиванием соответствующей крышечки. Кстати, 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 я забыл упомянуть про еще одну крышечку и совершенно напрасно это сделал. Вот. Сейчас покажу, какую. Давайте мы откроем еще раз этот наши файлы. Значит, один из них назывался один из них назывался RISC2 ING, а второй из них назывался PRINT. Вот. Вторая крышечка. А, я ее уже накликал. Пардон, забыл выключить. Вторая крышечка, без которой бы у нас эта штука с вероятностью одна вторая не заработала бы. И это, собственно, аналог старт-мейна нашего из командной строки, а именно Initialize Program Counter to Global Main и в Define. По умолчанию, если у нас есть Global Main, а у нас есть Global Main, вот он. Если у нас есть Global Main, по умолчанию, Program Counter загружается не 44 нуля, а что сюда придет. Давайте попробуем. Ну, в данном случае Main в начале. Но вы же понимаете, что это все, ну... Едем дальше, а то мы только-только начали. Правда, мы довольно много уже проехали. Значит, чего еще можно вспомнить про совместный использование. Есть специальные директивы extern, которые с точки зрения RARSA, в общем, ничего особо такого не знает. Не означает. Extern это такие общие данные, которые доступны, они тоже глобальные, и они доступны в некоторой общей области, которая начинается не с 1100, а с 1400. То есть, если мы объявляем что-то как extern, давайте попробуем это сделать. Extern, допустим, дата, нет, дата плохое слово, bytes, ну, не bytes, хорошо, sequence какой-нибудь, 20 байт. Вот. То, мне кажется, это даже заработает. Да. Так вот, вот этот секу будет доступен всем, глобально доступен по имени всем из всех namespace, и туда можно будет что-то записать размере 20 байт. При этом, формально, это такое, такие глобальные переменные, которые, поскольку общие, их нельзя инициализировать чем-то, ну, потому что, да, во-вторых, они, а, кстати, а, кстати, а давайте проверим, что-то мне кажется, что я, может быть, и не прав, а давайте проверим, просто проверим. Да, они глобальные. Ну, вот, значит, поскольку они глобальные, их нельзя инициализировать, потому что мы можем случайно сделать в нескольких местах, вообще это немножко не про это. Дальше мы про этот XTM говорить не будем, потому что он, в общем, такой немножко, потому что он такой немножко к данной архитектуре отношений не имеющий, у него было объяснение, зачем он нужен в МИПСе, а в РАФСе он, в общем, не очень нужен. Вот. Но, ну, 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 да и ладно. Напоминаю, что у нас сегодня все-таки разговор не про архитектуру, а про практические аспекты, поэтому вот. Но нет, я вас обманул, вот я прямо сейчас вижу в плане лекций разговор исключительно и в точности про архитектуру. Смешно. Значит, это разговор про позиционно-независимый код, который вообще говоря у нас уже был, но было бы неплохо этот кусочек освежить и еще раз про это поговорить. Но прежде, прежде я все-таки отвечу на замечание сокращенца. Сокращенец тут утверждает, что вот для РАС main это точка входа, а в реальных программах значит перед main куча кода выполняется. В действительности это не совсем так. Точка входа всегда одна. Просто мы ее называем в RAS main, а можем называть, кстати, по-другому, я только не знаю, существует ли такой способ. Вот. А в больших операционных системах точка входа не называется main. Вот. Ну, например, в программе на Pascal вообще нету main. Вот. Или на Java. Ну, то есть, речь идет все больше о том, что реальный формат загружаемого бинарника в операционных системах довольно сложный. Вот, опять же, многоопытный сокращенец находил в этих бинарниках какие-то секции, неравные секции дата и текст, как в RAS, а там, read only data, это то, что загружается в ПЗУ, там, ну, еще всякое интересное. Да? То есть, в более сложных архитектурах и в более сложных операционных системах, то есть, более сложных системах взаимодействия с компьютером, формат загружаемых данных, загружаемых, исполнением хайлов, разумеется, сложнее, и там все с точкой входа тоже сложнее. Но она все равно одна. Почти всегда. Да. Так вот, значит, позиционно независимый код. Даже не буду открывать вам RAS, потому что вы все видите и без него. Если мы загружаем в регистр T0 какое-то значение по конкретному адресу VAR, этот конкретный адрес VAR, а равен он, как я понимаю, 28, это у нас что такое будет шинстеричное? А, нет, ну да, 28. Но там еще будет смещение, но неважно. Короче говоря, да, 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 сокращение, но вы говорите сейчас не про формат загружаемых файлов. Сокращение продолжает гнуть свою линию, что программа начинается, выполнение программы начинается не с мейна. Вы сейчас говорите про исполняющую систему видимо языка программирования C. Да, в исполняющей системе языка программирования C main это не точка входа. Вот Александр тут подсказывает, что в Linux, например, ну вернее, в некоторых конвенциях, которые вы используете в Linux, точкой входа является метка подчеркивания star. Ну окей, в этой конвенции она называется main, вот и вся разница. Давайте на этот счет не спорить, мы, как это, отвлекаемся. Да, значит, позиционно независимый код. Архитектура RISC-5 устроена таким образом, что нигде, за очень небольшим исключением, как я понимаю, нигде в коде напрямую адрес этой переменной вар, который равен 11400 плюс 28, нигде не используется. Вообще. Как видите, инструкция loadWord, в которой мы загружаем значение из вар, вот эту сотню, в регистр Т0, раскладывается, псевдоинструкция, раскладывается в уже известный нам АУИПЦ, который АУИПЦ, зная конвенцию о расположении секций с данными и секций с кодом, берет смещение между текущим значением программ-каунтера, то есть счетчика команд, и тем местом, тем адресом, где у нас лежит переменная вар, и это смещение запихивает в регистр, дальше добавляет то, чего не влезло в 20 битов, помните, что АУИПЦ это инструкция типа забыл, типа У, вспомним, это инструкция типа У, она не может загрузить целиком адрес константный, а загружают туда только 20, старшие 20 битов, соответственно, если в этом смещении, я специально здесь сделал 28, если в этом старше, если в адресе в младших 12 битах что-то есть, их надо туда добавить, нигде здесь не используется адрес 1001 40028, вообще нигде. Тем не менее, в архитектуре ВМ довольно часто, в конвенциях, связанных с архитектурой ВМ, довольно часто используются ситуации, когда мы вообще полностью отвязываемся от каких бы то ни было жестких привязок к конкретным адресам, и эти конкретные адреса получаются уже в процессе работы программы. Вот здесь все-таки жесткая привязка есть. Ну, хотя бы она относится к тому, что в нашей модели памяти грубо говоря, секция с кодом и секция с данными отстоит на FC10 плюс еще 20 битов, еще 12 битов. Да, FC10 000. Да, и вот это смещение тут и используется. В принципе, мы можем избежать даже этого, если выделим отдельный регистр, в котором будем хранить базу какую-то в памяти, начиная с которой у нас все лежит. И все операции будут выглядеть как операции по отношению к этому регистру. Да, то есть сейчас у нас при старте GP чем-нибудь О. Да, вот смотрите. Вот у нас есть регистр Global Pointer, который при старте инициализирован 180000. 180000 это очень близко к 11400. Это место, где лежат так называемые глобальные таблицы. Вот. И мы, в принципе, можем сделать что? Давайте мы позакрываем все, откроем новый файл. Мы, в принципе, можем вообще никогда не пользоваться абсолютной адресацией, даже в плане смещения между сегментами, а писать что-то такое. Ну, скажем, StoreWorld 0x 1, 2, 3 в, допустим, 20 относительно GP. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы в качестве переменных, имен переменных использовать вот это смещение, а в качестве базового адреса использовать имеющийся у нас регистр x3, он же Global Pointer, который операционной системы инициализируются в некоторые значения и, соответственно, тут уже будет полная косвенная адресация, никогда мы не будем использовать никаких значений адреса, кроме смещения относительно этого Global Pointer. Фишка в том, что в другой операционной системе эта же программа будет загружена в другое место в памяти, там будет другой Global Pointer, все будет продолжать работать. Давайте мы попробуем, но, в общем, кажется, было понятно, что это такое. А, я туплю, надо было сначала сделать ли, ли, т0, 0x1,2,3 и StoreWord, т0, да, конечно. Вот, вот оно. Нам выдали некоторый регистр смещения ГПА, и относительно этого регистра мы все адресуем, вообще все. надежно, выгодно, удобно. Ну, а что касается адресации внутри секции кода, то вы помните, там все смещения всегда абсолютные, и тут уж вообще никаких проблем. Тут есть место, которое не относится к вообще нашей теме никакой стороной. Это место, связанное с тем, как в больших операционных системах устроены глобальные таблицы. вот, я нашел неплохую статью, которая описывает эти вещи, разбирать мы не будем, примеров с нашим Rars'ом на этот счет не бывает вообще, просто посмотрите, как тусто. Главная тема на сегодня это макро-подстановка и макро-команды. Это то, с помощью чего мы можем более эффективно реализовать стратегию повторного использования вида include. Значит, про макро-команды мы с вами помним, а, не, не помним, мы же их не проходили. Да, значит, все-таки макро-подстановка. Макро-подстановка это некий синтаксический механизм, который позволяет в тексте исходном искать некоторые шаблоны, заранее нами заданные, ну или не нами, и заменять эти шаблоны на их содержимое. Все. В большинстве случаев макро-постановка рекурсивна, то есть полученный текст после замены снова сканируется на предмет наличия таких шаблонов, ежели они есть, то снова эти шаблоны заменяются на то, как они заданы, на их определение, ну и так до тех пор, пока шаблонов в тексте не останется. Рекурсивная макро-подстановка. Вот. Самый простой способ, так вышло, да, это два разных способа в RARSE есть, но они, видимо, оба удобные, поэтому я про оба рассказываю. Самый простой способ определить такую макро-постановку это директивы EQUIN. Директивы EQUIN я опять не буду запускать RARSE, потому что тут и так все видно. Директива, можно даже сделать погромче, директива EQUIN устроена следующим образом, вы говорите строку, а она заменяется на строку. Все. Одно вместо другого. Поскольку это происходит, макро-подстановка происходит перед трансляцией, то есть мы сначала делаем всю макро-подстановку, а полученный текст уже транслируем в код. Так вот, поскольку макро-подстановка происходит перед трансляцией, мы заранее можем уже знать, а мы заранее знаем, как мы распланировали ну например наш пролог в функции, то мы вполне можем например с помощью директива EQUIN немножко приблизиться к понятию локальные переменные. Помните, мы с вами говорили, что с точки зрения подпрограммы локальные переменные это смещение относительно стека. Хороший вопрос. Там опять опять вариабельность синтекса. Давайте попробуем. Очень интересный вопрос. Точка EQUV Точка EQUU U Ничем. Вы просто мастер находить удивительные синонимы внутри этого самого нашего RARSA прекрасного. Опять же, я так думаю, что фишка та же. EQUU это от слова EQUIVALENCE или там EQUAL. И очевидно было бы видеть здесь букву U. Но легоси наше говорит о том, что должно быть буква V. Это точно так же, как в GLOB. Спасибо за вопрос. Удивительно. Ну так вот, таким образом мы приближаемся к понятию локальные переменные, потому что вместо конструкции 12SP мы можем использовать конструкцию с каким-то содержательным именем. В данном случае это RA. Место, куда мы сохраняем RA. А EA это переменная A, а EB это переменная B. Смотрите, какая красота. Те из вас, кто решал домашние задания и планировал много места на стеке, очень порадуются, потому что вспоминать, где у меня лежит конкретное число со смещением 18 на стеке или 20, это такое себе упражнение. Дальше больше. в RARSE есть макро, настоящие макро, ну, не слишком мощные, но работающие, которые выглядят вот так. Макро, дальше вы говорите имя макро, дальше идет код, обычный код, не код, текст, обычный текст на языке ассемблера, дальше говорите yen макро, после чего вместо имени макро подставляются вот эти две линии, две строчки текста. Все. Здесь, мне кажется, особо разговаривать не о чем, вместо вот этого подставится вот этот. Более того, нет, не мощнее, все есть условные операции, а в этом самом нету в RARSE, в C есть конкатенация, в RARSE нету, в общем, много чего нету в RARSE. Вы, наверное, опять вспоминаете какой-нибудь макроассемблер, типа GNU-ассемблер или NASA или NASM какой-нибудь. Вот там макросы, конечно, чумовые. Мы будем говорить, чего нам не хватает как промышленным программистам на ассемблере в RARSE, но мы же не промышленные программисты на ассемблере, мы вообще архитектуру изучаем. Так, на секундочку. Вот. Значит, обратите внимание на то, что волшебный дамп, который мне сделал RARSE, умеет показывать при компиляции номера строк в определении самого макроса. Вот это 2, это строчка 2 в макросе. Вот это 3, это строчка 3 в макросе. Вот. Такая вот картина. Соответственно, для удобства отладки. Почему о нас так озаботились и какие-то дополнительные номера строк вот здесь выводят? Мы сейчас это увидим, когда будем писать много макросов. нет никаких условий, сокращение нет никаких условий в макросемблере RARSE. Вообще никаких. Поэтому вы что-то с чем-то путаете. Обратите внимание на то, что использование макрокоманд как алгоритм стратегия повторного использования кода категорически как бы стопроцентно отличается от стратегии использования исходного кода с помощью подпрограмм. Вот этот код вообще никуда не идет. То место, где макрокоманда определяется, оно полностью исчезает при трансляции. Это всего лишь задание макро. Макроопределение. Зато то место, где вы этот макро используете, это называется макро подстановкой, и это место внезапно распухает. Здесь было одно слово, получилось две строчки. Это если макрос был маленький. Вот. Мы сейчас с вами увидим, что множественное использование макросов приводит к очень сильному распуханию кода. Макросы бывают параметрические. Синтакси серверса выглядит следующим образом. Мы пишем параметр, перед ним должен быть обязательно процентик в знак того, что это параметр макросы. И параметр передаем. Давайте я ради интереса вот этот пример из лекции прям вобью руками. Значит, что там макро, макро. Ну, все тот же принт. Давайте мы договоримся, что это вывод целого числа, которое передается в нужном регистре. Здесь произвольный арк. Давайте договоримся, что арк это регистр. Тогда макро будет выглядеть так. mv a0 арк li a7 1 не 1 да e-call ien ien mackro точка ien mackro вот да нет никакого i-f ien i-f ну почем нет никакого i-f правда с чем-то путаюсь. ну или он есть, а я его я его не нашел. Давайте мы этот вопрос отложим ну правда если он есть, то нынешний кусочек лекций не работающий. Или давайте даже не так. Давайте прямо сейчас проверим. После того, как я пример приведу, я обещаю проверить то, что вы говорите. Потому что я так вот трижды на вас наехал. может быть вы правы а я нет просто это не сдокументировано нигде. Значит смотрим. Какой риск 564 вы про что? Нет, дорогой сокращенец, вы что-то путаете. Вы берете судя по эльфу, вы берете линукс, под линукс берете гцц и гну ассемблер, в нем что-то компилируете и там есть макрокоманды условной компиляции. разумеется, они там есть. Кто же спорит-то? Вот. Возможно, у вас есть некоторое представление. Давайте, вот это, наверное, важно. Возможно, здесь, так же, как у сокращенца, есть некоторое представление о том, что язык ассемблера это некоторое гвоздями к системе команд прибитая структура. И это не так, причем не так категорически. Вот система команд обе в рискфайв условно одна, точнее, не одна, мы видели там, что есть много экстеншн, а вот этого всего. А вот язык ассемблера может выглядеть как угодно, иметь самый разнообразный синтаксис, в зависимости от того, собственно, каким ассемблером вы пользуетесь. Вот. Тот факт, что в случае рискфайва, так же, как в случае мипса, нам предлагается например понятие псевдоинструкции, да, еще ни о чем не говорит, он говорит всего лишь о том, что есть некоторые конвенциональные способы представлять одну последовательность бинарных команд в виде одной псевдоинструкции программисту. Но сам синтаксис совершенно неопределен, ничего про макроассемблер я не видел. Вот. Поэтому аргументация, что некоторый кусок кода каким-то ассемблером компилируется, потому что в этом ассемблере такой синтаксис имеется, ну, как бы, кто же спорит, он там имеется, а в другом ассемблере нет, а в третьем синтаксис другой. Языки ассемблера, в отличие от обе бывают разные. Вот это довольно важно, кстати. Если бы это было неважно, я бы перенес этот разговор на попозже. Да, мы сейчас так не успеем, ровным счетом ничего, может, час, как топчемся. Теперь можно этот макрос вызвать и сказать что-то типа, что у нас там, print. Давайте, ну, давайте, нет, принт, там, не знаю, ли т 0 7 print print т 0 ли, допустим, давайте, здесь 4, а здесь 2, т 1 2 print т 0 о, только почему-то 44, а почему 44, а, т 0, потому что т 1, должно получиться 42, о, 42, как обещали, вот, значит, обратите внимание вот на что, обратите внимание на то, что с одной стороны код начал выглядеть довольно красиво, мы можем даже еще сделать интереснее, смотрите, если мы например, хотим, чтобы у нас выводилось, ну, зачем нам вот это ли, если мы все равно выводим константу, давайте договоримся, что arg это не константа, не регистр, а константа, и тогда все будет еще быстрее, смотрите, вместо этого напишем ли, здесь напишем 4, здесь напишем 2, а это уберем, жмак, нажимаем, нажимаем, вот, наш код состоял из двух строк, трех строк макросов и двух строк макроподстановки, наш результирующий код состоял из 6 строк подставленного макроса, вот строчка 6, строчка 7, строчки макроса 2, 3, 4, 2, 3, 4, вот, все прекрасно работает, но, а звоночек начинает брежать, что чем толще макрос, тем толще результирующий код это правда вот видите какая фигня так значит примеры так 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 да значит тут начинаются всякие ограничения ассемблер конкретно раз которые например говорят в том что мы не можем произвольную вообще по какой-то произвольный текст в качестве параметра не передать макросу потому что конкретно раз устроен так что он сначала делать лексический анализ потом а делать трансляцию и если лексический анализатор говорит что здесь написано какая-то через полная чепуха то даже если это полный чепуха является является нужным нам параметром макроса этот параметр не сработает ну проблем реализации хотя вот вам пример который мы наверное не будем сейчас враг просматривать а то времени нету когда мы передаем имя метки внутрь макроса мы говорим слушай вот этот будет метка l1 l2 это не 11 это или один кошмар как вот значит что при этом происходит при подстановке мы дважды гений боюсь что придется нам сказать дайте дайте как сделал давайте сделаем проще дать скопи пастер это будет быстро а нам нужно посмотреть как во что это вас у это раскроется да скопи пастим не будем руками писать с копипасти жух 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 вот смотрите l2 l3 это чертов l давайте мы его переменуем в большое л ужас какой кто придумал такой шрифт руки оторвать ну спасибо дорогой вот значит вот оно раскрытие макроса вот оно использование метки вот обратите внимание на то что в секции данных у нас при этом это самая метка 2 вот она дважды сейчас давайте вот смотрите енте р еще раз enter то есть довольно неприятным образом сейчас покажу довольно неприятным образом получилось что у нас вот этот параметр макрос дважды сохранился в памяти понятно почему мы два раза вызвали макрос он два раза раскрылся дважды здесь раскрылась директива скис и в памяти у нас теперь два раза лежит одно и то же сообщение ветер и на это интегра вот так это происходит когда вы пользуетесь макросами вот один enter вот второй день ну так все равно не видно это надо менять размер такая вот такая вот ну как бы очередной макро взрыв произошел короче да внезапно у нас память сожралось вот 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 в два раза больше за счет того что сообщение было передано непосредственно вот сюда еще раз вот это была метка вот это был второй параметр макроса который был завернут вот в этот string и вот сюда он приехал все хорошо только код стал намного толще такая вот неприятно с другой стороны смотрите как красиво жук трах бах всего все работает тем более что вот эту метку то передать на самом деле не надо ну а дальше смотрите в чем удобство макросов удобства макроса встает в том чтобы удобство макросов состоит в том чтобы мы брали и в одном месте поправив поправили макрос а во всех остальных местах все сразу изменилось так как и под программ до повторное использование вот кто тут же лекциях подается пример как мы модифицируем макрос макрос принт чтобы он там берет строки выводил и в результате тот же самый код с принтом оказывается он во первых становится существенно толще макросы а во-вторых зато у программы начинает там после вывода числа переводить строку ну в общем одним изменением теперь значит немножко про макро взрыв общем тут так много сейчас а макро подстановки и свойства макросавра нормально успеваем теперь немножко про макро взрыв значит как есть такой мемчик с этим самым росток подозрения до глядя на то как вот эти две строчки превратились в 10 строчек начинается подозрение что если у нас есть макросы достаточно толстые особенно макросы в которых вызываются макросы в которых вызываются макрос то все это в результате макро подстановки выйдет в один здоровенный код здесь я демонстрирую совершенно не знаю зачем свойства макросавра раз уметь отличать макросы с разным количеством параметров здесь есть print с одним параметром и принц двумя параметрами и он видишь что количество параметров разное вызывает либо вот эту подстановку либо вот это но главная фишка не в этом главная фишка в том что у нас можно вызывать изнутри одного макроса другой например принт двумя параметрами это принц string и принц одним параметром ну как бы для того чтобы экономить место и не пытаться написать три разных функций или три разных макс которые делают одно и то же вот макрос print вызывает макрос print с и макрос print другой вот этот вот такой код а дальше он смотрите как красиво вы намазали все макросами намазали input print смотрите какая красота а дальше код ваш состоит вот выглядит вот так радостно непринужденно и красиво мы кстати отказались от передачи строки внутри вакроса потому что мы видели как она тиражит input input print print смотрите какая красота да то есть вот если вот это все я с вашего позволения начну копипастить потому что написать это все руками за fix num time я не успею а время у нас поджимает вот если все это красоте этим откликаем откликаем здесь асэмбл all files откликаем а мы пускай будет если все это красоте и поэтому пока что если все красоте и вбить то внезапно наши четыре строчки раскроются в так порядка 50 строк если не больше смотрите ух сколько ну много в общем один макрос раскрылся 2 макрос раскрылся 3 макрос раскрылся 4 макрос открылся внутри него еще один макрос раскрылся обратите внимание видите тут номера строчек поехали это в макросе print который до 2 параметра раскрылся макрос print который на один парень короче макро взрыв четыре строчки превращаются в бесконечно много строк ну или или по крайней мере реально много строк как-то работает кстати смотрите какая красота похоже прямо на какую-то программу что-то вводит что-то выводят смотреть вот значит 34 я собрал не 50 но все-таки четыре строчки превратилось в 34 инструкции жух и так вы можете сильно повысить читаемость основного кода с использованием макросов вы можете сильно увеличить размер кода с использованием макрос макро в действительности нужна промежуточная стратегия в которой вы для кода используйте под программу а в макрос складываете преамбулу и вызов под программу таким образом вы экономите вы не копипастить и внутрь вашего текста то что только при постит не надо а именно код содержательный а копипастить и внуши внутрь вашего текста в результате макро подстановки только преамбулу и вызов что вы и так бы сделали если бы не было никакого макроса вот такая такой смешанный подход он наиболее оптимальные чаще всего используется во всяких языках программирования в основном в том числе как это выглядит это выглядит вот как у вас есть допустим макрос input опять же давайте мы не будем пытаться все это прочесть со скоростью которая нам задает лекция почитаем дома вдумчиво макрос input не макрос процедуры input под программы настоящий под программой с двумя параметрами и передается сообщение в а0 и она возвращает а7 что такое а7 нп волью это наверное в а0 она должна возвращать него 7 это просто ошибка давайте я поправлю чтобы забуду же вот где это это просто комментарий понятно ни на что не влияет но было бы неплохо было бы неплохо чтобы он тут не осел навсегда так это иллюстрация макро взрыва вот один к возвращение 0 до а 0 input в возвращается вот значит так вот сначала под программы input а ведь она называется подчеркивание для того чтобы не смешиваться с макросом и вообще как-то вот разделить сначала под программы который собственно делать все что вам нужно она принимает на вход сообщение на выход который мы вводим выводим перед тем как ввести число на выход она через она передает число теперь макро к ней макро input от двух параметров это сообщение регистр который мы собираемся вводить загружает сообщение в регистр а 0 дергает наш под программу input и перегружает в тот регистр который мы собирались вводить и за 0 результат типичный преамбула вызов ну и постобработка это было бы также это работало бы также если мы не использовали макрос но вместо трех строчек одна удобно макро print такая же фигня передается два параметра строчка и число выводится строчка выводится про библи 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 кол выводится число выводить перевод строки это под программа она не тиражируется вызывается один раз и вот вокруг него макроса двух параметров макрос принт сообщение и регистр сообщение загружается в а 0 регистр загружается в один вызывается функция что при этом получается во первых оставили читаемость кода на том же уровне прям один в один прям вот прям вот красота красота не описываем во вторых мы после раскрытия вообще говоря вот это наши процедуры print и input вот они вот этот вот это input а это print а вот это наш мы и после мы после раскрытия main в общем довольно читаемый вместо бесконечных цепочек одних и тех же действий которые туда попали бы при подстановке полного макроса мы видим вполне разумный код загрузить сообщение вызвать input перегрузить из а 0 результат загрузить сообщение вызвать сообщение загрузить число вызвать принт загрузить сообщение загрузить число вызвать принт красота такой комплексный подход еще и читаемость повышает потому что довольно тяжело читать развернутые просто не макро подстановку здесь надо сделать два отступления и собственно на этом видимо закончить хотя конечно чуть-чуть я вас времени сожру наш диспут с сокращенцем немножко его время подправил да так вот значит по поводу меток помните у нас была проблема которую мы на который мы жаловались программа по время локальности меток на эту проблему локальности меток жаловался александр в начале вот чатика при множественном инклюзии она прям распухает в полный рост потому что мы не знаем какие-то метки лежат все метки в одном инклюзии после после всех инклюзии сваливаются в одну кучу все такое проблему локальности меток мы отчасти решили в случае стратегии номер два в стратегии выделенных под программ если мы компилируем из нескольких файлов и результат то все метки кроме объявленных глобальными там локальный значит окей однако и это не работает на стратегии номер один макросы разумеется локально внутри они не являются метками они являются командами при процессору командами макро ассемблера и соответственно они совершенно локально внутри того файла которым компилируем единственный способ включить макс это его либо вписать руками за копипастить стратегии номер один номер ноль или заинклюдить и вот и поэтому такая штука не проходит и мы опять начинаем упираться в проблему локальности меток вот слава богу внутри макросов метки локальный смотрите это делается с помощью очень нехитрого трюка но как бы почему бы почему бы почему бы все трюки должны быть обязательно хитрыми вот у нас макрос в котором используется метка лейбл макрос ничего не делает он а прибавляет много нулей к нулям ну короче нету даже еще более ерунду делает да ну всем неважно что делать от макс важно что он этот макрос при выполнении при макро подстановке должен трижды подставить метку лейбл в исходный код нашей программы ситуация когда метка в явном виде встречается внутри макроса отдельно обрабатывается макро ассемблером и приводит к локальности этих меток которые в действительности называются вот так разумеется если я напишу здесь например что-нибудь типа врач на этот самый лейбл то и это лейбл тоже залезать заменится на лейбл подчеркни м и дальше номер макро подстановки вот номер макро подстановки это сквозной порядковый номер сколько раз данный макрос подставлялся вот поскольку при каждой макро подстановке он увеличивается это нам гарантирует локальность всех тех имен которые мы внутри этого макроса понапределяли вот так например да вот еще раз давайте посмотрим как это выглядит совершенно нехитрый префиксный способ соблюсти локальность веток тут кстати александр замечает довольно важную вещь а вообще может быть никакой глобал и еку вообще ничего не значат давайте это проверим в действительности раз уж мы кажется я все сказал почти что надо на сегодня давайте проверим это замечание потому что возможно прав александр давайте мы сделаем так . еку кве 1 2 3 и допустим ли 0 1 2 3 так ну как минимум здесь а не раз два три а кве че несу как минимум здесь александр прав еку не сработал как соответствующий директива вообще видите а вот так сработало сильно подозреваю что с глобал абсолютно такая же фигня это глобал не будет ошибкой что конечно очень печально но и работать не будет два разных макроса с лейбл да похоже что так похоже что так потому что а кстати не отдать попробуем тут александр замечает а что будет если у нас есть два макроса с лейбл 2 с одним и тем же лейбл ну-ка нет смотрите это сквозная нумерация эта нумерация не макро подстановки конкретного макроса а вообще макро подстановки так что нет не будет умирать видите да вот этот лейбл м1 вот этот лейбл м1 вот этот лейбл м2 так что в этом смысле все слегка полегче вот если мне не изменяет память если мне не изменяет память на этом кусочек про то что рарсовый ассемблер может заканчивается больше ничего не может вот здесь есть некий некий текст в котором я рекламирую рекламирую передачу прямо вот этого в качестве параметров но мы помним что он это все приводит к забиванию памяти такими вот сообщениями а вот если их несколько штук теперь последние пять минут потратим на то что есть какие особенности при бабахе и странности есть макросам или рарса и каких полезных штук там просто нет во первых он однопроходный поэтому макроопределение которое вызывает другое макроопределение должно идти после этого другого макроопределение макроопределение локально в пределах файла если хотите включать вот я забыл все я вспомнил что хотел еще рассказать и забыл смотрите тут есть пример где-то где я распилил на три части ой я забыл распилить на три части черт надо бы это сделать короче тут не хватает кунсу . дело в вот этот файл легко распилить на три части отдельно функции отдельно макросы и отдельно код как же так вышло что я его никуда не опубликовал а нет сделал прошу прощения вот значит вот он этот распиленный код дальше вложенные макросы не поддерживаются вы не можете сделать макроопределение внутри макроопределение поддерживаются макросы с одинаковым именем на разным количеством параметров а вот разным типом параметров нет вы не можете взять два один макс одинаковым именем один из которых работает с скажем метками а другой среди если вы дважды определяете один тот же макрос выигрывает первое параметром макроса и это важно может быть только лексически пригодная единица то есть это потому что сначала происходит лексический разбор а потом уже синтаксический и это значит что мы например не можем одним параметром передать вот такую штуку это 2 лексе вы такая вот ерунда 2 лексе мы 4 это вот дальше тут вот замечание про то что наш исходный код надбор исходный текст набор распилить на три части вот они распилены на три части основная программа global main include макросов библиотека в которой наши две функции include ник который даже называется не asma . inc потому что абсолютно бессмысленный компилирует бессмысленно он кода не дают ваще в котором определенные макросы складываем все это в одну кучку собираем с помощью многофайловой сборки и получаем хороший работающий результат у нас осталась одна минута на то чтобы поговорить чего в россии нету это то про что нам большую часть времени рассказывал в чатике сокращенец поскольку раз это игрушечная игрушечная машинка вот то и ассемблер не игрушечный и соответственно язык ассемблера тоже игрушечный по крайней мере в том месте где где это не относится к архитектуре как таковой нету возможности использовать некоторую дополнительную библиотеку стандартную чтобы с ней работать большинство систем программирования содержит так называемую исполняющую систему тут о том что об этом у нас был спор в чатике вот в которой есть и готовые макросы и готовый под программам их просто вызываем и как-то с ними собираем наш бинарник ничего этого конечно нет да в общем у него настоящий макропроцессор который действительно работают до всякого лексического до всякого разбора макрокоманды мы как например процессором 4 лиц и пп вот нет дамы макропроцессор в рарсе встроен куда-то серединку нам достаточно важные вещи которые могут понадобиться при промышленном программировании ассемблере а их тоже нет переменные и вычисления периода трансляции то есть было бы удобно по ходу работы задавать какие-то переменные могут как у меня в примере допустим например допустим определяем переменную сайз еще переменную дабл сайз которая в два раза больше переменной сайз это переменные периода трансляции и где-то там в наших директив гримс пожалуйста space дабл сайз плюс 4 в результате чего сайз допустим равен 20 дабл сайз равен 40 у нас в результате трансляции образуется директива space 44 то есть какие-то арифметические выражения и какие-то идентификаторы являются идентификатором периода трансляции и к моменту трансляции они уже превращаются в свой результат вот это все довольно часто поддерживается в ассемблерах и соответственно имеет отдельный синтексис в языках ассемблера но врач этого ничего нету потому что такого размера такого размера программы в общем на нем писать немцы не нужно адресная арифметика как все хотелось бы конечно написать что-то типа ар плюс 20 и знать что это не 20 байтов а 20 элементов того же типа какого типа у нас арк но это в общем опасный трюк типизированный ассемблер это уже почти си и может быть лучше написать на си чем на си условная трансляция то о чем говорил сокращенец очень удобно иметь куски кода которые базируются на некотором некоторых арифметических выражениях связанных с переменами трансляции но при этом еще и то транслирует то не транслирует куски как и в дев там в каком-нибудь си то все это очень удобно когда мы пишем много и активно на ассемблере и наша цель программирования на ассемблере это не имеет особого значения если мы изучаем генерация макро поделение макросы внутри макросов мы уже говорили конкатенация тоже довольно удобный и инструмент отсутствующий в макросамблере раз это когда мы берем и в качестве макро подстановки склеиваем несколько параметров а потом прям склеиваем одно слово а потом повторно лексически их анализирует это конечно все не работает сусу поскольку лексический анализ раз происходит производит до того как приводит подставок и отдельная тема не имеющие отношения к макросам это собственно настоящие локальные метки мы знаем что метки можно локализовать вынеся их в отдельный файл и там будет отдельный namespace мы знаем что метки можно локализовать завернув их в макрос но в многих ассемблерах есть либо специальный синтаксис для локальных меток либо специальная директива которая говорит что мы сейчас открываем специальный namespace в этом namespace метки локальные не парьтесь вот этого всего в ассемблере раз нету еще раз напоминаю что различных синтаксисов у ассемблера может быть прорва под тот же x86-64 я так понимаю есть два абсолютно разных синтаксиса ассемблера тот что называется от это это же называется intel совсем раз вот то есть поскольку ассемблер это такая программа которая превращает исходный текст на языке этого ассемблера в некоторый бинарный формат то таких программ может быть сколько угодно когда мы имеем дело с разом мы имеем дело с комбайном в которой одновременно встроен ассемблер загрузчик получаемого кода в память и эмулятор самого а риск файлы ну вот вот собственно и все кажется я сказал все что хотел вот если есть какие-то вопросы отвечайте на них мне кажется что на вопрос на утверждение что в одних ассемблерах есть одно в других другой я ответил вот домашнее задание я не знаю я планировал не делать но я все-таки сделаю в тонус надо держать в домашнем задании видимо будет написание какой-то макро библиотеки с помощью этого в этой макро библиотеки решение пара тройки задач вот ага меня уже начали благодарить если меня начали благодарить значит вопросов больше нету окей в следующий раз мы встречаемся я надеюсь по расписанию во вторник вот во вторник во вторник вот соответственно домашнее задание если она появится она скорее всего появится с виду не будет сдвинут я думаю что если она будет не маленькая и на этом тогда всем спасибо на новых встреч давайте надеяться на лучшее